Библейский портал экзегет.ру представляет 115-й псалом для библейского портала Экзегет, читаю перевод российского библейского общества. Радостный мой любимый 113-й, где вся вселенная ликует, пляшет, веселится по поводу того, что есть Бог. 114-й, как примечание к нему, я вообще-то был на грани смерти, говорит псаломопевец, но Господь помиловал меня, я теперь обретаю вновь покой, душа моя, уповая на Бога. И 115-й развивает немножко эту тему, вот они прямо идут такой группой. Вот, говорю, я в тяжком горе, но все равно храню веру. В смятении, я говорю, всякий человек лжец. За благодеяние Господа, чем я могу ему отплатить? «Вознесу чашу спасения, имя Господне призову, и обеты, что я дал Господу, пред всем его народом исполню. Драгоценного отча Господа, жизнь верных ему. Господь, я твой раб, я твой раб, сын рабыни твоей, ты избавил меня от таков. Благодарственную жертву принесу тебе, имя Господне призову, и обеты, что дал я Господу, пред всем народом его исполню, во дворах Господнего храма, посреди тебя Иерусалим. Аллилуйя!» Аллилуйя, хвалите Господа, звучит часто в этой части Псалтирия. И, ну, на уровне буквальном Псалом очень простой. Человек в трудный час принес Богу какие-то обеты, допустим, он заболел, на него кто-то напал, он пошел на войну с небольшими шансами вернуться. И Господь его спас, у него все хорошо, он теперь исполняет обеты. И, видимо, приносит жертву, вот эта самая чаша спасения, это чаша с жертвенным вином, который он проливает пред Господом. Но это не просто про принесение обеты и про его исполнение, про жертву, которую он совершает пред всем народом в Иерусалиме, во дворе храма, да? Но, смотрите, он начинает. «Я в тяжком горе, но все равно храню веру». Я говорю, всякий человек лжец за благодеяние Господа, чем ему отплатить. То есть, да, вот всякий человек лжец, вот человек, который в тяжкий час своей жизни понимает, что ему на людей надеяться не приходится. И тогда он обращается к Богу. И обнаруживает удивительные вещи. Драгоценного очага Господа, жизнь верных ему. «Господи, я твой раб, я твой раб, сын рабыни твои, и ты избавил меня от оков». Наверное, любой рабовладелец ценит своих рабов. Ну, как, знаете, машина у кого-то есть, у кого-то там, я не знаю, кухонная техника дорогая. Раб – это дорогое имущество. Но не драгоценно в наших очах, это наша техника, это наше имущество. Это нам полезно, но мы легко меняем на другое. Оказывается, в очах Господа раб драгоценен. Как личность, как тот, кто ему служит, а не просто как некое вложение им средств. Вот для нас там, ну, хорошая машина, любишь свою машину, но она не драгоценна, так как драгоценна жизнь любимого человека. Для Господа, оказывается, мы драгоценны. И, собственно, это повод для псалмопевца не просто радоваться, но говорить об этом как о чем-то невероятно важном. В чем урок вот этих бедствий? Ну, в том, что есть Бог, да. В том, что если ему помолиться, приходит помощь. Не всегда так, как мы рассчитывали, не всегда в предполагаемые нами сроки, но приходит. А вот главный урок, что оказывается, драгоценного оча Господа, жизневерных ему. И все остальное – это просто оформление этих отношений. Когда человек понимает, что Богу он нужен, что Богу он интересен, что для Бога он свой. Вот это удивительная вещь, мне кажется, что псалтирь впервые в мире вот этим языком заговорила. Разным богам приносили обеты и жертвы до, и после, и по сей день. И не только богам, но, скажем, каким-то влиятельным людям, да. Но вот здесь это открытие псалтиря. Мы с Богом вместе, и я ему нужен. Ну, а следующий, 116-й, будет самым коротким и будет таким ответом на 115-й и на все предшествующие. Продолжение следует...